Вот друзья Боря, он тут что-то готовит, он целый год, друзья, готовится к этому мероприятию, начиная с нового года, да, и, значит, Боря, некоторые спрашивали, говорят, скажите, а вот этот ваш товарищ, который буженину делает, он говорит, чем занимается? Ну, не то, что ты буженину продаешь там? Может быть, на лучшее, я подумал. Может быть, ты чем-то таким занимаешься, что другим людям тоже интересно будет? Ну, нет. Я занимаюсь, да, я занимаюсь, я работаю в medical field, medical billing, то есть, грубо говоря, давай я попытаюсь объяснить, ты меня поправишь, если что не так. Значит, врач сам по себе, который работу выполняет, у него нет то ли сил, то ли денег, то ли ресурсов, то есть, короче, ему не в моготу самому общаться со страховыми компаниями. Нет, не совсем так. Доктор должен лечить. Лечить. Так же, как любой человек должен работать и зарабатывать деньги. Да. А, скажем, в обычной жизни бухгалтер должен готовить какие-то билы, какие-то таксы, какие-то счета, правильно руководить этим, правильно выполнять все действия. Да. Так, когда мы получаем пейменты, мы должны запостить в аккаунт, каждый пеймент мы должны запостить в аккаунт, и это берет довольно-таки большое время. Почему? Потому что, если доктор может следом смотреть в течение, там, месяца, скажем так, ну, человек 600. Это за 20 рабочих дней? Да, по 30 человек где-то, ну, в среднем, это АВЕРИЧ. 30 человек где-то? Или один врач? Один врач. Так. Так. Ну, у него есть персонал, который ему помогает. Ну, да, да. Бэт-офис и все это, значит, плюс еще какие-то операционные дни. Я работаю с докторами, которые делают очень серьезные операции. Это, там, один доктор у меня, он один из лучших докторов в, вообще, в Соединенных Штатах. Он хирур. Он делает Total Ankyl Replacement. То есть, он поменяет. Это падает? Да. Это вот то, что я к нему ходил? Это другой, так? Это другой, этот хирур. И я работаю с несколькими докторами, которые лучше всего знают wound care. Как это по-русски сказать? Раны. Диабетические раны, которые фактически спасают людей. Ампутации много. На тебя, как человека, который занимается счетами. Да. Тебе не все равно, он хороший врач или плохой он? Нет, расскажи, а как на тебя влияет? Ну, в принципе, я не сразу стал этим заниматься. То есть, был момент, когда у меня был офис, я менеджер. У вас только себя был менеджером офиса. Да. И так как человек, который работает в офисе, должен, помимо того, что он менеджер или супервайзер, должен выполнять еще какую-то работу. Наиболее сложная и, как это сказать, важная работа, это правильно сделать так, чтобы офис получил хорошие деньги. То есть, если работу сделали, за него получили? Да. Получить деньги. Значит, это более ответственная работа, наиболее ответственная работа в офисе. То есть, систематизировать все и получить правильные деньги. Да. Вот. Значит, ну и так как я имел понятие об этом, как это делается, чтобы он начал этим заниматься. Так. То есть, я понимаю так, если есть хороший врач, который должен получить хорошие деньги, то ему нужен хороший специалист, который получит со страховки те деньги, которые не хороший специалист, может быть, все бы и не получил. Есть такое понятие, по-английски это звучит medical necessity. Медицинская необходимость. Да. Свет. Значит, ты можешь пробивать иншуническую компанию как ты хочешь, все, что ты хочешь и на какие угодно деньги. То есть, тут даже не про деньги. Да, она может не про деньги. А они могут не заплатить, почему? Потому что они не скажут, что мы не видим медицинской необходимости в том, что ты сделаешь. Да. И поэтому, тут очень грамотно надо суметь послать, объяснить, почему доктор, ну а в принципе я не имею возможности расписать, почему я объясню. Я должен один код объяснить, то есть процедуру, которую сделал доктор, объяснить каким-то количеством диагностических кодов для того, чтобы иншуническая компания видела, что это действительно необходимость. Я понял. То есть, это может быть диагноз. Это на тебе. Да. Это диагноз, но доктор ставит, но я вижу, я проверяю, я должен корректировать. Это так вернее. Когда доктор ставит диагноз, когда доктор делает работу, он в этот момент понимает, что вот за это страховка заплатит, а за это нет? Он, ну он, он понимает, что то, что он делал, что в его понятии, это сделано правильно. Да. Но существуют какие-то РУС-правила. Да, да. Существуют какие-то правила. Но он в случае. Он не может, он знает, как это правильно сделать. Но всякие вот эти вот, так же, как бухгалтер. Да. Когда делает таксы, она знает, или он знает о том, как это правильно оформить, как это правильно должно быть сделано. Я понял. Для того, чтобы... Боря, в твоем, так сказать, виде бизнеса, ты можешь прийти к врачу и сказать, я вот готов заниматься твоими делами. Или врач приходит и говорит, не можешь там меня взять. Ты говоришь, я могу, но я беру больше, чем другие, потому что я более опытный. Или есть четкие проценты, и все берут этот процент. Нет, ну тут есть какой-то процент, каждый определяет для себя этот процент. Но вопрос в том, что когда ты приходишь к доктору, ты должен объяснить, почему ты лучше, чем кто-то другой. Потому что кто-то всегда есть. Да. Кто-то всегда есть. Ты должен объяснить. То есть ты должен объяснить, что ты точно то же самое, что доктор делает. Да. Можешь для него получить совершенно официально и совершенно легально те же самые деньги. Не те же самые, а больше денег. 10 на 20-11 процентов. Потому что ты правильно знаешь, как это пробилось и как пробилось за какие-то супла и вещи. Мне это напоминает, как прораб, который умеет работать, может получить гораздо больше денег за выполненную работу, что он умеет правильно все описать, как бы все, что вовлечено было. Ну да. Ну да. Но это еще зависит от того, что как кто-то пишет. Ну хорошо, у нас новые гости прибывают. Спасибо, Боря. Спасибо.